Приветствую всех на WallStreetOnline. Это видеозапись обзора, которая не состоялась в пятницу из-за неполадок в трансляции в стриме. Мы поменяли сервер, вернее не сервер, а сервис трансляции для вебинаров, поэтому была небольшая накладка. Я думаю, что следующий обзор уже будет все отлично и все налажено. Значит, по традиции экономический календарь, вы сейчас его увидите перед собой на экранах вторник, решение вопроса на ставке, важное событие. В среду очень будет насыщена, именно среда, 4 октября, запасы нефти, выступление Драги, еще плюс вечером выступает Елен, очень поздно, у вас 2.15, уделите этому внимание. Иногда может Елен в своем выступлении немножко подсказать, что планируется в ближайшее время Федеральной жизненной системы. В четверг, 5 октября, публикация протокола заседания Евроцентробанка по Мониторной политике. Ну, стоит отследить, в любом случае нужно быть аккуратным во время публикации в 14.30, чтобы не попасть на сильную волатильность, вдруг, если такая будет. Ну и в пятницу, опять же, США по изменениям занятых в нефициознительном секторе и плюс еще на всю неделю на Востоке будет какой-то очень важный праздник. Гонконг, Китай практически вроде всю неделю там отмечает, поэтому восточные инструменты уже, ну, как бы на неделю будут менее влиять на общую картину рынка, поэтому, ну, в общем, среда, четверг будут такие вот интересные. Ну и все внимание на среду. Начнем. Напомню, те, кто попали в тройку по рейтингу CME efforts за сентябрьский контракт, напишите на off-education, на email, либо же в skype, нужен ваш логин, чтобы вам продлили, ну, добавили бонусный доступ в месяц. Так, начнем с индекса РТС и тут у нас интересная ситуация. Немножко заостыли на уровне 111.750 по 112.800. Тут, собственно, и размещено самое основное объемное скопление. Последнее вот здесь непосредственно примерно сначала 7 сентября, вот такой небольшой флэт, но, как видите, начали потихонечку раскачивать, как только официально с 21 числа перешли на новый контракт, это 25 числа, то есть, по сути, у нас менее, ну, около недели, как торгуется в полной мере новый контракт декабрьский. Напомню, что это бизнес-сезон, это ЛЧИ, это приток новых участников, это, ну, вообще приток инвестиций и закупка нефтяными продуктами перед зимним периодом, то есть, в принципе, может достаточно неплохо повлиять на общую картину декабрьского контракта по НХРТС. Мы еще рассмотрим Сбербанк и Газпром, и, в общем, будет более-менее понятна картина. Ближайший уровень поддержки 109 по 110. В принципе, если контракт настроен на позитивный рост, хотя бы умеренный, а это вот проверочный уровень, в принципе, его должны будут поддержать. Как раз там фактически завершение было сентябрьского контракта и с точки зрения технического анализа как раз совпадает уровень по поддержке и с объемным анализом. Как видите, сейчас по открытому интересу перед вами как раз показатель по нижней гистограмме. приток новых позиций идет крайне аккуратно и не уверенно. То есть, пока игроки не хлынули на рынок, судя по всему, ждут какое-то событие, либо информационный повод, либо подтверждение. Но, в общем, каких-то ажиотажных размещений и быстрого вливания кэша в текущий уровень не происходит. Это тоже стоит отметить и учитывать при заключении сделки. Долгосрочные, особенно среднесрочные. Итак, относительно прошлого контракта уровень ликвидности более-менее рабочий. То есть, ну, вот порядком 470 двухпиковое значение было 445. На прошлом контракте достигал отметки 724. Ну, то есть, свыше 600 было, как видите, ну, порядком там 5 сессий всего лишь. Пока таких сильных вливаний и вбросов не было, даже хотя бы на уровне 600 тысяч контрактов, даже выше 500 не было. То есть, пока еще крупные участники присматриваются и либо ждут какую-то подтверждающую информационную ситуацию, либо новость, либо отчет. По дельте в основном фигурируют байеры. Пока вот, кроме одной сессии 26-го числа, немножко как раз там без стопики могли сбрасывать. Ну, в общем, пока приток небольшой, ликвидность ровная и дельта в основном фигурирует на стороне байера. Также контракт идет ровно выше VWP. Основной массив сосредоточен на уровне 111, 750, 112, 750 и учитывайте его при принятии решений в дальнейшем. В баровом графике я хотел бы отметить, собственно, сам равноудаленный канал, который вы видите. И сейчас показатель. Нет, не Waze Wave, а дельта. Вот у нас самая крупная, ближайшая, которая была. Сейчас мы эту сессию... Чтобы вы ориентировались примерно... А, кстати, это не дни, а часовики. Sorry, сейчас я передаю на дневку. Я думаю, что это не так там с этим гистограммой. Вот она, собственно. 33 тонны ближайшего, 25-го, 0-9-го была сессия на покупку. Вот непосредственно такие форматы по дисбалансу. Вот 31 тонна была и еще было похоже 35. Вот как раз этого минимума они становились. Здесь у нас 31 тысяча, здесь 33. То есть, ну, такая за контракт раз, два, три раза может происходить. То есть появится такой дисбаланс непосредственно сильный. Вот. И, как видите, по активности продолжают. Вот 26 тонн было 29-го числа. Вот. Это очень важно. Уровень удерживает достаточно долго. И вот ближайшие 109,050 это по объемной активности. Тут массив сосредоточен в качестве поддержки. Ну, собственно, там и недалеко сосредоточен уровень поддержки 107,500 и по 108,750, если не ошибаюсь. По объему пока идет ровно, пока сильных вливаний нет, поэтому и стоим в коридоре. И, собственно, кто будет расширять этот коридор, тот и контролирует цену. И можно ставить алерт смело на 115. Там чуть выше будет еще максимум 115,500. Но я думаю, это символический уровень. В общем-то, ждем сильных вбросов. И желательно, чтобы они были не один день, а как минимум 2-3 дня. Сильные вливания. Тогда можно уже настраиваться на позиционные среднесрочные сделки. И в зависимости от того, какой уровень удержит 109,110 в качестве поддержки, либо же все-таки устоит 113,114 и будем наблюдать нисходящую динамику. Ну, пока нефтянка более-менее держится у отметки 50. Это, в принципе, благоприятно для российского рынка Сбербанк. Сбербанк протестил 191,192. Сейчас мы по ликвидности. Как видите, 8 миллионов на самом максимуме было 26.09. Обратите на это внимание. Крайне важно за такими объемами на акциях смотреть. Это крайне, ну, то есть очень важные триггеры. Буквально таких сессий бывает. Вот 7 миллионов, 8. Раз-два и обшелся. Ну, точка отчета вот для анализа выбрана 15.06. Как раз 18 миллионов. Аномальная абсолютно сессия была с тех пор. Растут без остановки. ВВП немножко свою динамику замедлил. И можно смело поставить сейчас 188, как среди взвешенных относительно объема. Как только Сбербанк уйдет ниже в ВВП. В принципе, с покупками нужно повременить. Если у вас открыта покупка, даже присматриваться к частичным фиксациям. По дельте. По дельте. Три дня подряд идут сейчас отрицательные. То есть, скидывают позиции, видимо, либо готовятся к декабрьскому контракту. На всякий случай фиксит. Ну, в принципе, тут техничная плановая фиксация вполне допустима. И даже, ну, необходимо при таком росте уверенным. Видите, дисбалансы пока падают. Вот по байрам уже не так активно идут. Не больше миллиона. Тут буквально миллион. И все. Потом больше пропали такие агрессоры сильные. И уже перешли на продажу. Три дня подряд шорты были вот буквально в сентябре. Вот начались. До этого с начала лета фактически таких подряд три сессии на шорт, чтобы дельта была практически не было. Так что этот сигналчик нужно взять во внимание. Сейчас мы сделаем. Вот так можно наблюдать процентный перевес. То есть, вот почти 10% и 3, и 6. То есть, не сильно агрессивная, но на вооружение как сигнальчик взять стоит. Значит, ближайший уровень поддержки, который крайне нужно проследить. Это для таких более среднесрочно-долгосрочных целей. 185 по 186 половины. Смело берите в качестве поддержки на проверочку. Пока будут удерживать сбер выше этого коридора, есть шансы удержать динамику на север. На 183,3 тоже здесь достаточно много сессий. Паковали по дельте видно и даже тестировали. Это уже второй уровень проверочный. Ну, в принципе, если идут ниже 183,3, остается только стою 80. Здесь начинается такая сильная локация на открытие покупок. Здесь было как раз 24.08. Дельта составляла почти 2 миллиона. И это уже будет как потенциальный возможный уровень на вход, если будут его хорошо защищать. Газпром. Стабилизировалась ситуация по Газпрому. Как видите, уже не так агрессивно идет на шорт. Собственно, это крайне важно. Ликвидность. Были до 5 миллионов выстрелы. Также были и по 12.15.06. То, что тот же самый день и на Сбербанке сильное вливание. Сейчас обороты идут около 2 миллионов. Максимум 2.8 был торговый день. Но в любом случае держится пока неплохо. Газпром на этом уровне удерживают. Байеры контроль не опускают ниже. То есть, тактически 25 если пробивают, у нас открыт путь до сто тридцать пятой. И нужно приток ликвидности. Тут это прям очень важно. Дельта также идет на стороне с селером в последнее время. Буквально одна сессия была там полмиллиона на покупки. В общем, как только начнется продолжительное порядком там трех-четырех сессий подряд на стороне байер активность. Есть потенциальные маячки на проложение тенденции на рост. То есть 125 уже как контрольная точка на пробитие в крайне важный уровень. Это по ликвидности. У нас нужны в порядком трех-пяти миллионов оборот за торговую сессию с общей дельтой естественно на стороне байера. Дельта ориентирная выше 250-300 тысяч на стороне байера. Таких пока сейчас не наблюдается. Буквально вот 25.09 была последняя активность со стороны байера и корректируется как раз до минимума этой сессии. Соответственно, вполне может быть понедельник позитивным ростом на 124. Если это три сессии выбрасывали байеров, то как раз они уже выполнили свою миссию до конца прошлой недели и с понедельника могут рвануть выше, если такие есть предпосылки. Как только уходит ниже 120.3 и 120.7, на этой неделе нужно воздержаться пока от покупок и собственно пробитие WP тоже нехороший особо звоночек для восходящей динамики. Как только будет активное вливание кэша на удержание цены выше 121. Это будет неплохо и как хороший триггер на вход и подтверждающая активность. Дальше уже остается пробить только 124. Опять же дельта и постоянная активность со стороны байеров на руку. Рубль. Итак, 58-я под прицелом. Так, 15 минут на таймфрейм. Сейчас мы возьмем. Нам открытый интерес нужен. Итак, по открытому интересу у нас пока сильного притока нет. Набрали вот пиковое значение 3,6 миллиона. Так, возьмем сейчас. Давайте смарт поставим. Смарта и часовики. В 29.09 вот был такой торговый день. Набирали позиции практически всю сессию. Вот как раз это пятно объемное. Вы видите на графике весь этот коридор можно брать как базовый основной. также был набор позиций 22 числа. Вот здесь фактически он совпадает с коридором 29 сентября. Давайте посмотрим, что же там произошло. Итак, со стороны селера очевидно и даже визуально видно более преимущество и активность. Коридор выделим 58-560 сопротивления. Коридор активности селеров. Захватим еще этот уровень. Сейчас мы поставим 320. Все вместе с четвергом. То есть две сессии. Здесь 139 тонн на стороне селера. Здесь 109. потенциально есть шансов по ликвидности 2.2, 2.4, 2.5. То есть единственное, что открытый интерес пока не на стороне открытий. Наоборот, немножко зафиксировали две сессии. Открытие было как раз 27-го. 3,6 была пиковая активность. И по ликвидности там также была пиковая 2.5. Оборот. Чуть-чуть упала активность. И в четверг и пятницу, соответственно, по массивности у нас впереди 57-800 по 57-500. Коридор. Базовая площадка здесь. И по дельте есть такая неплохая активность. 104 только. То есть это 107 и 114 у них такая идет повторяющуюся активность. Вот непосредственно выше 100 тонн контрактов на стороне байера. Ну и у селеров пока преимущество. Посмотрим, чем закончится следующая неделя. В принципе, если 58, 560, 58, 880 будут селеры удерживать, и шансы потенциально уйти ниже WP, который сейчас на отметке 58. Там уже будет вопрос. Последний контрольный уровень поддержки 57-300 по 57-120. Sorry, 57-140. Это уже последняя контрольная поддержка. Дальше уже выходим на более спокойную ценовую. Активность. Так, ну, в принципе, надо еще посмотреть сейчас пот. По сути, тут мы уже все рассмотрели. Опять же, ну, итогово, пока нет особого вливания. Было всего три сессии неплохие на открытие позиций. Ликвидность идет плановая, рабочая, стандартная, без каких-то аномальных вбросов. Точно так же и дельта в основном пока на стороне селера. Ну, если брать конкретно по этой неделе, то преимущество пока на стороне селеров. По споту. Все внимание сейчас на спот. Если здесь будут агрессоры на стороне селеров, потенциально есть шансы двинуть рубль еще ниже. Если так будет. Ну, как видите, пока после вот этой 363-тонновой сессии 15-09, как видите, на всех инструментах практически российского рынка 15-09 отличилось очень неплохо. Значит, тут было три сессии с транселера 12-09 и 14-09 и 15-09, самое аномальное. Давайте отметим этот коридор. Они, в принципе, все три сессии работали в этот селеры по одному и тому же коридору. Коридор этот 57, даже чуть ниже, 57-40. И смело можно захватить еще 57,8. Тут было неоднократно замечено вот три сессии подряд, по одной и той же цене убрали активность селера. И отметка 57,40. Это уже нижний предел их активности. Но основная часть, хочу отметить, пришлась на вот этот локейшн. Вот эти ребята, как раз, середина сентября. По последней активности, макушка максимум недели, вот встретили 27-го и 28-го, прямо на самом хаях, при подходе к сопротивлению, которое у нас осветочено еще с конца августа. Протестили, то есть этот уровень можем даже поставить как важный. И неделя закрылась фактически на своем же открытии. Чуть-чуть осталось за минимума недели. Посмотрим, если уйдут ниже 57,40, есть шансы толкнуть ценушку ниже 57-й. В общем, решающая следующая неделя. Возможно, будет там процентная ставка во вторник, 3-го октября в 6.30 в Австралии. И запасы сферной нефти в среду плюс драга выступает иерин. Вполне могут что-то сказать, как-то намекнуть на какие-то изменения. И это может вызвать динамику на валютном рынке. Еврик. Итак, ликвидность идет порядком 250 тонн. Ну, 200-250. Скачок был на этой неделе. Топовые ближайшие были до 360. То есть, это не аномально. Но, если брать со средней ликвидностью всего контракта прошлого, ну, чуть-чуть выше нормы. То есть, оборот идет относительно прошлого контракта. Открытый интерес. Пока вот две сессии открывали позиции, но не аномально. То есть, тут буквально небольшой приток был. Так как контракт здесь чуть-чуть раньше начался. Здесь вся активность была в коридоре 1.2 и выше. Вот этот уровень мы сейчас и отметим. В качестве сопротивления поставим здесь уровень 19.88, 20.44. Как потенциально возможный левел на short. И аномальная, вернее не аномальная, а топовая дельта на стороне селлера. У нас ключевая сессия, которая была на снижение 25.09. И два дня у нас идут байеры небольшие по ликвидности. В общем, из пяти сессий на этой неделе ключевые были на стороне селлера. Потенциально возможна эта фиксация перед уикендом. Так как в последнее время у них частенько такие были замечены, что они перед уикендом фиксируются. И локация, которая с прошлого контракта еще, давайте точно ее отметим, 17.81, 175 в качестве проверочного уровня на поддержку. Его как раз и протестировали. Следующий локейшн у нас идет 16.50 по 16.95. Эта площадка, ее тут даже чуть-чуть неправильно выделил. 16.65 по 95. Вот эти 30 тиков, которые здесь неплохо по дельте проработали на покупку. Ну, в принципе, если уйдут ниже трех шестерок, они почему-то любят эту цифру. Как раз у нас формируется голова и плеча. Собственно, разворотная модель напрашивается. Очень-очень кстати будет. Левое крыло, вернее плечо, правое. Ну и тут, вернее, голова и правое плечо. То есть, линия шеи. Пробитие поддержки уже, как пробитие линии шеи, триггер на потенциальную смену тенденции. В принципе, почему бы и нет. Так, это был еврик. И мы двигаемся дальше. Фунт. Фунт за последнее время достаточно динамично двигается относительно всех валют. Поэтому, те, кто за короткие, но прибыльные позиции, обращайте внимание на эту валюту. Ну и плюс вторник будет по австралийскому решению по простотноставке. Если что-нибудь поменяют, сдвинут влево-вправо, то, соответственно, волатильность для скальперов это самое вторник, подходящий период. На основу, 0,9. Начало декабрьского контракта. Ну, как видите, уже все фьючерсы пришли на декабрьский контракт. Ядро у нас сформировали 35-20 по 36-20. Такой коридор плотный. Самая-самая плотная часть. Вот 35-60. Даже 35-65 по 36 или 35-20. И вторая массивность у нас как раз в районе 34-35. Ликвидность идет ровная, просто вот невероятно ровная ликвидность. То есть плановая, скорее всего. И дельта в основном на селере. То есть покупки последние были в начале контракта. Больше пока не было. На открытый интерес также фиксируется. Вот мы видим, плановой какой-то загрузки пока нет. Соответственно, долгосрочно на валютном рынке, пока на фунте, сигнал на ожидание. То есть пока вливания сильного не произошло. Пока фиксируется, но, подчеркну, фиксируется аккуратненько. То есть не массовая какая-то аномальная фиксация. Планово чуть-чуть скидывают позиции. Скорее всего, по стопорям выносят. Поэтому на следующей неделе, либо, может, через неделю будет триггер и какая-то новость в событии. Так, гнем дальше. CL. Итак, период затяжной такой активности со стороны байеров практически весь сентябрь. Можно отметить лихо. Лихо на LightSweet, КрутОил, Нимакс, которые торгуются. Прошли весь сентябрь на таком позитивненьком агрессоре на покупочку. И у нас на этой неделе как раз эта активность сместилась немножко на 17 тонн. Было 28 числа, в четверг, агрессор. По открытому интересу у нас тоже фиксируется. Пока, соответственно, тот кэш, который влили на рост с 45-й, фактически на 51-ю, пока фиксят всю неделю. Соответственно, можно дождаться коллекционный момент. Дальше будем мониторить, как удержат две локации. Первое, это как будут удерживать 48-58 по 49,5. 49,4. Здесь суммарно за летний период сформировалась площадка на наиболее объемные сделки. Проходили здесь. И вторая, чуть ниже 48-й, а именно 47,25 по 48-ю. Вторая площадка на предмет поддержки. Вот там можно будет уже после коррекции что-нибудь присмотреть и на бай. Но пока фиксируют, пока нет особо агрессоров байеров. Потенциально после такого роста фактически месяц, да, месяц. Вот. Весь контракт был на рост. Неделю подгрузится в ликвидность. И потенциально может быть либо флэк, если будут 50-50 по агрессору. Если так и будет продолжаться активность селлеров, то нужно увидеть приток открытого интереса. Тогда уже можно заходить на шорт. Пока вот это не придет, открытый интерес выше, по планке не выйдет. То есть прирост новых позиций должен быть обязателен. Это как один из важных триггеров на уход. Золото. Соответственно, если удержат нефть на уровне хотя бы в том, в котором сейчас находится, но это положительно для российской экономики, Газпрома и, соответственно, Сбербанка. И потихонечку это все дело будет двигаться на север. Так. золото, комикс. Открытый интерес также и три дня фиксируют после 26 числа. С 439 уже на 24 спустились и по ликвидности такие, ну, ровные, стандартные, рабочие, 5 дней по дельте. были даже 25-го какие-то байеры. Они, как раз, рванули на 13. 18. Здесь площадка очень сильное скопление селлеров. Видите, вот они. Давайте этот уровень отметим. Селлеры уровень пока защитили, не дали уйти выше и резкий обвал на следующий же день обратно. То есть, толкнули наверх и обратно. Туда 9 тонн и 4, и назад десятка. Соответственно, 9 и 4 против 10. Тут сравнение побеждают селлеры. Вторую сессию продолжают также они. Четверг-пятница стоят на уровне. Это достаточно распространенный маневр на золоте. Если так быстренько показать. Так, у нас четверг-пятница. Четверг-пятница. То есть, четверг-пятница стоит на одном уровне. Это на золоте частенько. Ну, как бы не то, чтобы слухи, фундаментально, да и в принципе, те, кто в отделе управления либо же какими-то достаточно важными должностями заведуют в банках. Частенько говорят о том, что в четверг-пятницу происходит в банках загрузка позиций по золоту перед выходными. Потенциально тут, в принципе, не поспоришь. Так, ну, если у нас был сброс стопорей в пятницу, вот мы видим байеров, которые в четверг тарили золотишко, вот, сбросили до 78-й. Потенциально ждем возврат в монетелек до 92-5, тогда это может быть потенциально неплохим триггером, ну, подтверждением на то, что мы видели в четверг загрузку на покупку и там хотя бы до 13-ти двух нулей должны подрасти за пару дней. Как только уходит ниже 78-й, с покупками точно нужно повременить и особо не спешить. То есть, такой план действий потенциально будет рентабелен до среды, то есть, понедельник, вторник, там уже по итогам выступления ЕЦБ, Елен и нефти. То есть, в принципе, если нефть будет дальше идти на снижение, вернее, корректироваться после такого роста. То есть, золото особо не будет особо ничего мешать, как бы, либо оставаться во флейте, либо дальше продолжать корректироваться. И очень дорогая нефть, соответственно, добыча золота становится дороже, тогда стоимость пуска железа этого будет увеличиваться, пока вот будет идти коррекционное движение могут на золоте вытворять как бы волатильные флейты либо же просто идти на дальнейшую корректировку даже до 12,59-58. Пока ушли ниже такого квартального ядра, который находится в коридоре 87 по 98. В общем, как только вернуться обратно, потенциально могут еще восстановить динамику. Почему бы нет? S&P S&P Итак, S&P бьет рекорды, причем делает это не осматриваясь назад, можно сказать. Динамика очень интересная и тут волей-неволей ждешь каждый день фактически когда же начнется сброс позиций, но не тут то было. То есть, пока все будут ждать. Вот, наверное, когда никто не будет ждать. Бывало, наверное, новогодние праздники, там, Рождество, тогда он и начнется. Ликвидность, как видите, в последнее время, ну, в конце контракта так точно снизилась, особенно вот, август еще был активный, как раз вот волатильность была не маленькая, и начало контракта встретили достаточно так хладнокровно, как-то, без особого ажиотажа. то есть, тут, в принципе, понятно, что Цинпи на хаях, и причем это исторические хаи уже идут, тут, как бы, особо не закупишься, ну, и все, кто там пытается идти на шорт, уже их выносят в иный раз, поэтому, пока не начнется затяжной хотя бы там, пятидневный агрессивный шорт, вот именно подряд, не просто две таких сессии волатильны, как здесь, они любят делать по две сессии, потом корректируются обратно, непосредственно все пять дней, скорее всего, подряд надо, чтобы они такие ударные неплохие бури, чтобы потом всех опять еще раз выкинуть, без этого никак, по полтора миллиона идет оборот максимум на этой неделе по дельте, вот, да, кстати, что хотел показать, крайне аномальная была дельта, но в пятницу оборот, причем тоже мы сейчас посмотрим на стимпром таймфрейм, я вам покажу просто срез, по объему, ликвидность за 15 минут, крайне в Unreal просто, это понедельник, 25-й, вот, мы знакомимся, 156 тонн за 15 минут, причем не на открытии штатов, а непосредственно произошло это все в 9, 45, 10, нестандартная такая активность, 170 тонн под закрытие, вторник, 26-й, на 9-й, это все декабрьский контракт, 166 тонн под закрытие, понятное дело, на открытии таких вливаний не было, опять же, 9-30, ближе к 10, то есть, схема дня практически, вот, три дня одинаковая, если вы заметили уже, где же, где же, где же, где же, сейчас, секунду, надо это включить, схема дня открываются и тут же закрываются, схема дня такая же, единственное, тут закрылись на минимуме, тут ближе к максимуму, опять же, открываются, летят вниз, три дня, вот такая, V-образная модель, ну, это открытие снимают стопори и выносят опять наверх, то есть, потенциально достаточно опасная модель, то есть, на минимуме вот здесь подхватывать, в принципе, было не так сложно, и 29-го, да, модель немножко изменилась уже, как и 28-го, тут уже не было никаких сбросиков, загрузили, вот с утра сразу пошел объем, в отличие от тех сессий, которые были, смотрели, и последовав, и вот, что, топы 300 тонн, 14,45 ликвидность, кто торгует по S&P, понимает, о чем я, 300 тонн, за 15 минут, оборот, ну, то есть, это очень нестандартная, такая ликвидность, по S&P, то есть, увидеть, там, 200, еще куда не шло, вот, закрытие, там, 160, там, 150, ну, тоже, не, не маленький объем, тут, 300, два раза больше, вообще, то есть, самое смешное, что, дельта, там, еще и на покупку, то есть, вот, 14,5, 20, на тонны, всех, 300, следующие, 11 тонн, дельта, на покупку, в общем, берете эту точку, просто хотя бы ради наблюдения, ради интереса, посмотрим, как 20, даже 30, почти, под 40 тонн, дельты, на покупку, это только дельты, если брать бедас, кто там, получается, у нас, было, 139, 161, вот, да, получается, 20 тонн, разница, на одной, на второй, ликвидности, и, процентный перевес, вам хотел показать, а, процентный перевес, очень слабый, то есть, на сетях объемы, больше, вот здесь, внимание, на 13,45, время, 13,15, по 20%, и, теперь, по дням, кумулятивная дельта, тут, как бы, сразу, итог, недели, будет, понятен, единственное, понедельник, еще, тянув, на себя, в агрессивность сейлеров, остальные, все, четыре сессии, в принципе, победа за байерами, ну, вот, 27, 29, очень отличились, более нейтрально, четверг, и, 26, соответственно, ядро недели, 24, 94, с половиной, по, 24, 98, интересный уровень поддержки, 24, 99, я себе отметил, потом, в WP, у нас пляж, на уровне, 2, 500, по теханализу, уровень поддержки, линия, установлена, закрывается, на максимуме, недели, все, 5 дней, была, динамика, на рост, даже, когда, не закрывались, во вторник, по, практически, минимуму, а, в любом случае, они, не на минимуме, закрылись, в районе, зоны, стоимости, если, это маневр, на снятие, с топорей, потенциально, почему бы, нет, то мы, на следующей неделе, должны увидеть, возврат, как минимум, на 2,500, сразу, там, в течение двух дней, а если, это все-таки, продолжение роста, открыт интерес, пока, где он там, вот, как видите, не особо, на приток позиции, то есть, вот, с 26, с 3 миллионов, чуть-чуть зафиксили, но, не, не, не прибавилось, ну, как бы, не прибавилось, и не фиксируется, то есть, равные пока, вот, поэтому, ждем, пока начнут, когда начнут открывать, тогда уже будем, расставлять приоритеты, на сегодня все, встретимся, надеюсь, следующую пятницу, ссылка на вход на вебинар изменилась, поэтому следите за пятницу, проверяйте почту, там будет приглашение на вебинар, и там будет новая ссылка, проходите по новой ссылке, попадаете в комнату, всего наилучшего, комментарии, там, возможно, какие-то, свои, свои взгляды на движение того или иного инструмента, пишите на сайте, либо в фейсбук, либо в ютуб канале, всего наилучшего, до свидания, пока.